Начинаются пики четвертой, возможно, последней карты этого интернешнала, и Evil Geniuses первый же пик. Хотя что, я расстраиваюсь, я же за 3-1 голосовал. Красава, ребят. В первом же пике забирает себе Герокоптер, но банится по-прежнему у нас Течист. В этот раз CDC решили, не будем мы байтиться на Лишрака, давайте мы его сами забаним. А возьмут ли CDC Нагу Сирену, потому что ЕГЭ возьмут Нагу Сирену, если им отдадут, и это будет Герокоптер Нага. То есть агрессия CDC просто провалится, потому что Нага дает сон, Герокоптер туда коллдаун, и делайте, что хотите с этим. Да, именно так. И мне кажется, сейчас Пеппедита забайтил вообще. Он вообще радуется. Зачем они сами забанили этого Лишрака? Вообще непонятно. Но это Нага Сирена должна быть. Должна быть, наверное. Хотя кто знает. Может быть, Кьюпа потирает ручки и говорит, давай, забери Нагу, давай, давай. Вы в ловушке. Я тебе... Ты мой. Я думаю, он уже волнуется, он уже так не думает, он уже в позиции догоняющего. Ну и здесь Нага Сирену вообще ЕГЭ на этом турнире брали даже, когда они были первым пиком. Потому что Герокоптер и Лишрак всегда были в бане. Нага была первым пиком. Тут, очевидно, забирать должны. Все верно, ты говоришь. С Сидеки все должны комбинацию эту банить. Дарксиры тот же. Дарксиры и Виверну какую-нибудь, опять же. Не знаю, может быть, с Сидеком попробовать поиграть через какого-то антимага, потому что невозможно идти раны на вот этот пик ЕГЭ. Они еще возьмут какого-нибудь Сенкинга или что-нибудь в этом духе, и ничего ты с этим не сделаешь. Да Эмбер Спирит, мне кажется, они возьмут. Ну а Сиди и Синьсер, мне кажется, они слишком сильны вот с такой лейт-овостью игры игры. Не считаете ли вы так? Банишь Эмбер Спирит, банишь Дарксира, и берешь, опять же, свой Фантом Лансер и стараться идти по... Лансер, да. Ну, в раннюю агрессию идти здесь совершенно невыгодно. Если они пойдут, они сами наступят на грабли. Мне кажется, что Эвил Дженису забанят Эмбер Спирит и Лансера сами, потому что это два героя, которые могут... Ну вот Эмбер уже ушел. Да, это сигнатурные герои. Ну, следующий Лансер. Тогда агрессив выиграть, типа, нечем. Он, конечно... Вот ему с Ларка дали, но вроде как он реально не очень опытен оказался. Он, конечно, жесткий на всем подряд, но есть реальные сигнатурки. Ну, а тем более Дарксир, когда баниц, сам Бог велел забанить Лансера. Ну, мешает Дарксир Лансеру на линии просто. Ну да? Или Рикимару забанить. Или Рикимару взять. Риск риск. Риск, Вилли. Ну, я бы не рискал. Нет, ну, на самом деле, ребят, конечно, извините меня на Рикимару, против Гирокоптера Наги Сирена довольно слабо смотрится. Что? Эээ, да не... Ну, дело в том, что против Гирокоптера у того есть Рокет Бараш, что-то вот замедление, а у Наги Сирены очень много брони, сетка. Он бы на визе. Он не видим, он... Они его не видят, это главное. Я забыл, я забыл, я забыл. Не видим, значит, не уйзи. Визаж. Ах, да где же ж... Надо было Лансера банить. Пришло время Визажа отправляться в бан, уже хватит. Поиграли на нем, ребята. Но мне кажется, возможно, Байдит опять победит теперь на Лансера, хочет отдать Лансера и поставить, может быть, какую-то даблу, триплу, хард, даблу, зомби-нага, какую-нибудь такую мерзкую, чтобы Лансеру не дать там развернуться. Или против Клокверка поставить какого-то соло героя, который нормально против не Слиттера, например, Queen of Pain, и отправить триплу герокоптер на ГЦМ. ППД делает выход в Шторм Спирита опять какого-нибудь. Да, ну вот я хотел... А, ну, значит, видимо, здесь и забыли, что может Сумаил на Шторме отпенетрировать. И сейчас, если они сами его не берут, то, мне кажется, это инстапик для... Сейчас ЛГ третьим пиком забирают ЦМ, четвертым забирают Queen of Pain, вот, а дальше... или Шторма. Queen of Pain, дроп, Шторм. Ты опять на Слиттере? Все зависит от... да, да, да. Слышал петь? Все, именно так. Он принял. Петрова. Да точно Шторма, не Queen of Pain. Нефкин, Queen of Pain. Если есть Шторма, врага нет, Старм. Потому что в Солянова можно поставить... Ну, да, в Солянова можно поставить, против Клока ставить. В Солянова? Да. Ну, хорошо. Раз можно в Солянова поставить. Раз можно поставить в Солянова, то да. Задумался Пипиди... О, господи, Пипиди. Пипиди, может быть, и тоже задумался, но пока... Я просто сказал, ему думать не о чем. Над пиком думает товарищ Кью, и мы видели уже, ребята... Ребята на нервах, в щеке трясется. Да, Лансера бери, что ты думаешь-то? Да, на самом деле, рановато куда спешить. Может, Шторм взять Лансера, если пачкан. Да, Лансера не надо, потому что Гирокоптер есть у ЕГ, и им уже второй Токерри ни к чему. Вот, Виверночка, это по грамоте. С Сэм забираем. Петь, слышишь? Это пик грамотная Виверна, это Тра-Та-Та, которая делает... Грязные вещи. Виверна не делает Тра-Та-Та, ну да ладно. У меня в голове появилась странная логическая цепочка, что Виверна прячет героя рядом с Гирокоптером, который делает Тра-Та-Та. И поэтому я просто убрал половину слов и мыслей из этого и просто сказал Виверна Тра-Та-Та. А я понял. Хорошо, хорошо. Так вы снимите на одной волне. Мы на одной волне Wi-Fi. Егор просто постоянно так думает. Да просто капитана Virtus.pro, они не сильно отличаются. Ум, сообразительность. Кстати, да. Мы такие, ребят, простые. Мы, да. Мы такие. Ну что ж, Crystal Maiden будет ли? Или все-таки петушок так понравился? Начало-це. Выход шторма. Верно, все верно. Все верно. Ты о чем сразу шторма? А, ну, возможно... Да, почему нет? Может, он не услышал? Да нет, да там все понятно. Да что, выход шторма точно будет. Он суппорт как раз спрятал. Следующего. Спрятал, да. Потому что, может быть, что-то возьмет какого-то керри, против которого нужен, например, Леон. Срочно. Вот, все верно. Все так. Срочно, Леон. Ты в отличие от нашего канала с Петей. А там интересно? Там интересно? Я буду нейтральную позицию играть. Я просто буду смотреть интернет. У нас все играет музыка. Ну, собственно, тут ничего удивительного, знаете ли. Я бы на месте Evil Genius'а, конечно, в Хард бы не шел. Вот, что я хочу сказать. Триплой. Потому что, на самом деле, походы в Триплой в Хард с Герокоптером не всегда заканчиваются здравыми играми. Не всегда. Если это не Трипла, которая именно убивает, ловит там Рубиком, подтягивает и с аппаратом убивает, там не всегда. На месте Evil Genius'а с приговором будет, на самом деле, идти. Потому что Лина будет очень хорошо стоять против Шторма. И Клок один в один будет жесткий. И Клок один в один будет жесткий. А потом он приедет на тот Триплой и все, и так и есть. И это поэтому Шейкер. Поэтому они никуда не собираются. Шойкера отправят просто стоять туда, скорее всего, и все. И никаких проблем. Кстати говоря, Клокерка теперь нет у Universal. Этот Клокерк в тех трех играх, во всех трех, даже в тех, которые проиграли ЕГЭ, делал просто феноменальную часть работы. Зато у него теперь есть Шейкер. На ком будет делать дела сейчас с Universal? На Шейкере, очевидно. На Шейкере, потому что не будет у тебя субпорта Нага и Шейкер. Нага как субпорта сомнений нет. Вот, вот как раз сейчас Crystal Maiden пятым пиком она будет. Ну, надо банить. Либо Мейден, либо... Петух. Дазл. Ну, либо Петух. Петух еще можно было. Дазл, да, кстати, Дазл тоже может быть. Как раз герой, по идее, для ППД нужен. ППД любит Мейден, любит Дазл. Ну, Мейден вот убрали. Дазла убрали сами. Интересно. Да, значит, Петушоид. Наверное, так и будет. А может, еще что-то мы забываем? Ну, Петушоид действительно неплох. Шадоу Шаман. Не, ну, no way. Не знаю, зачем мне Дазла забанили, потому что это ранняя агрессия. Это герой для ППД. Он должен быть максимально прост. Максимально прост, да, потому что он в эту карту... Потому что он тоже максимально прост в микро. Да, как и Капитана Виртуз Про, в общем-то. Мы все простые ребята в микро. Мы простые ребята. Попедил мог бы тоже быть Капитаном Виртуз Про, в принципе. Но он зачем-то поехал в эту Америку. Да. Родился в ней. Наш Петр Клинков. Да. Стал что-то Питер, да, я говорю. Сменил имя, фамилию. Хотя бы не Пол. Да. Пол. Перестелил. Боже, еще хуже стало. Серега, добро пожаловать в клуб. Ну да. Электронный дом. Надо было сказать, да, про Пол в электронном доме. В электронном доме. Так, а что же у нас CDC-то не хватает? Какого-то саппорта? А что мы можем посоветовать CDC взять как последнего саппорта? Какого-то такого хорошего, который будет полезен на всех этапах. Shadow Shaman. Да. Это он. Ну или вообще, если не знаешь, как убрать, можно брать Мелу Рубика. Кого? Рубика. Рубика? Рубика всегда хороший против Вивера, Элины. Мы для CDC ищем. Тоже Рубик не плот. Тоже, да. Вот я и говорю. Рубик, он в принципе, и там, и там. Тоже нормально. Шойкеры. Шойкеры брать фижуры. Всегда. В Наге можно с Сона. Он в порядке. Ну, у Наги Сона это крайне маловероятно, а вот у Шейкера фишуру забрать это очень хорошо. Я не знаю, в принципе, как у Наги можно украсть Сон. Можно с Аганимом пойти украсть Сон. Да. Там он больше раньше. Вот такой суппорт отправляется. Это прикол. Это Д, давление сейчас будет. Лина, Винтер, Виверн, суппорты, но это как-то интересненько. Что-то как-то действительно интересный подход к этому всему делу, потому что сейчас Evil Geniuses имеют это на руках у себя, как бы они видят, что у врагов, и могут взять последнего героя, который отпушивает. Ну, тут же Operation, например, какой-то древний. Почему бы и нет, на самом деле. Ну, да. Под комбинацию все идеально заходит. Конечно, под Нагу, под Шойкер, под всех. Вич-Доктор, скорее, какой-нибудь. Вич-Доктор, аппарат. Вот такие герои, они простые должны быть. ВВД против лансера. Ну, нет. Ну, да, работает, работает. Так, конечно, мне кажется, аппарат поинтереснее. Надо... Там просто есть все комбинации, вот это зайдет, сон, колмдаун, фишура и как раз ульта аппарата. Шторм просто потом будет досчитывать героев, все, которые будут очень сильно закоцаны. Да при Шторме вообще удобно. Аппарат может просто постоянно по карте раскидывать ульты все время, и Шторм может убивать людей тут, там, там, здесь. И это очень трудно отконтролить, по факту-то. Шейкер тоже помогает с большого рейнджа. Ну, поглядим, о чем думает у нас. Минуточку расстается. Как будто тут Феникс бы зашел. Суппорт Феникс? Ну, да. По факту... Ну, или Хардлайнер, а Шейкер, Нага, Спорт. Так и быть. Шейкер, Нага, Спорт. Хотя, Локверка не прогнать. Тут надо... Не-не, Локверка вообще... Да, Бедетоктор по-хорошему. Кем ты будешь прогонять? Ты Герокоптер с Борожом не сможешь подойти, и... Ну, если только перекроет шесть. Все так же есть Рубен Валерич. Есть. Очень долгий. Это Эншент Тарыш. Красава. Я подключился. Красава к нашему каналу. Начинается четвертое, возможно, последняя карта этого замечательного гранд-финала. Evil Geniuses против ребят из CDEC. Виталий, Дмитрий, вы знаете, что делать? Да, конечно, мы знаем. Мы будем комментировать сейчас то, как ЕГЭ становится чемпионами мира по Dota 2. По-моему, очень-очень хороший пик у ЕГЭ, и не совсем понятный выбор команды CDEC. Ты как думаешь, Дима? Я считаю, что CDEC уже немножечко поплыли. Не совсем понимаю, зачем берут лансеры, когда у тебя есть шейкер, когда у тебя есть герокоптер. И огромное количество героев, которые очень хорошо с ним ладят. Так что давайте наблюдать за тем, что же эта команда нам преподнесет. Да, опять-таки забирают своего вот этого вот кота, этого Phantom Lines, вы видите, поразбирали героев. Ребята из Evil Geniuses очень очевидные выборы. А лучших героев фактически набирают они. Сумаил играет на своем любимом герое. Ну, короче, Сумаил играет на Шторме. Ауи играет на Наге, на которой он сыграл 20 миллионов игр в ППД, играет на Нечто Паришне. Фир играет опять на герокоптере. А если он выиграет вот этот турнир, ему надо просто себе вертолет домой купить и все. Потому что он сможет себе купить. Миллион с копейками, можно точно найти вертолет какой-то. Ну, ладно, ему надо статуи Шторма поставить будет. Да, это обязательно. И все во дворе. Valve поставят. Они же каждый год делают что-то. А что-то в этом году ничего не делали с героями с прошлого финала. Ну, я уверен, они потом. Потом что-то сделают, да. У CDC на Dragon Knight играет Шики. Агрессив на Сигнатурном Фантом Лансере. Гартер, Суппорт Лина. Икзе, Клокверк и Кью на Винтерверне. Ну что же, Клокверк появляется на этот раз в составе команды CDC. Не отдали Юниверсу. Решили забрать и сыграть на нем сами ребята из дек. Как у них это получится? Давайте посмотрим, да. Мне вот больше нравится то, что Лина вернулась в наши пики. Вроде бы два последних дня она была ферст пиком. Причем как у одной, так у второй команды. И тут про нее забыли. Но вот теперь она хороша. Да, теперь она в игре. И посмотрим, Гардер сможет ли как PPD уже. Да, я говорю PPD, как, например, Фенгэ нам показывал. Когда матч против Сикрет выносить, а быстро стараться на суппорт линии выносить довольно быстрый агоним. И помогать убивать вражеских гирокоптеров, несмотря на их блокинбары. Или как Директор 8 будет паковаться. Или даже уже как, наверное, как Ауи будет паковаться в мейки, барабаны, там медальки и прочие полезные артефакты. Как всегда, Сумаил подходит в мид, да не один. Вместе с ним Ауи. Ауи будет его поддерживать. Ну и Шики нужна будет помощь. Она уже рядом. Лина на месте. Лина как помощник, она пободрее, чем та же Нага Сирена, потому что может мяч, тормаз в руки. И что? Что встает хорошо? Ну да, Наге немножко тяжеловато здесь как-то помогать. Поэтому Шики тут будет стоять. Быстрая банка ему пришла. Тяжеловато будет его расхарасить. Но в любом случае, это Сумаил и это Шторм Спирит. То есть он придумает, что делать. Однозначно придумает. Это очень хорошая лана против Драгон Найта, поскольку у Драгон Найта очень мало урона. Да, вы можете спокойно Шторма спамить, понижать ему урон, но благодаря ремнантам, благодаря пассивочке вы в любой ситуации сможете спокойно добить крипа и ничего вам Драгон Найт не сделает. Смотрите, как не повезло немножечко здесь с вардом Гардеру. Вот он тыкает Сентрик и не достает один пиксель до Апса. Разбивает он лес, он пытается найти, но, к сожалению, ничего не видит. И в итоге мы видим, что все спауны заблокировал здесь Юниверс двумя своими вардами. И за счет этого получает Левел, за счет этого получает Экспул, за счет этого стоит на линии здесь против Агрессива Юниверс. И самое жесткое, это что Шейкер на харде, он может спокойно перекрывать фиссуры тех крипов, которые идут, и Экспа идет к нему под Тауэр. Поэтому пока у коровки все идеально. Юниверс забирает Экспул. Ну, Юниверс продолжает отыгрывать просто феноменальный Интернешнл. Я не знаю, ребята, будут ли сегодня в аналитике. Я думаю, будут, конечно же, потому что у нас будет финальная аналитика определять лучшего игрока дня. Но, по-моему, Юниверс сейчас смотрится на этой роли. Причем очень-очень-очень хорошо так смотрится на топе. Он вообще агрессиво просто здесь прессует. Смотри на него. Бесстрашный. Еще мы игре помогают. Да, иди отсюда. Ну, и суппорты. Суппорты не могут отводить первое. Второе. Также не могут отводить, перепуливать на вот этот кэм, чтобы линия вернулась обратно. И нужно идти делать какие-то действия. Очень хочется выйти на мид к шике. Но из-за того, что ДК милишник и не обладает таким хорошим харассом, то что он спирит всегда фу хп и взять его очень тяжко. Но жесткие проблемы. Первый левел Q, первый левел гардер. И просто из-за того, что чуть-чуть левее бы поставил Сентрик, ничего они не могут сделать. Саппорты очень сильно проседают у команды СДЕК. Да, здесь тоже Ауи первый левел. То есть, понятное дело, ППД хотя бы второй взял. В том, что они-то свою работу делают. Защищают просто Фира. В миде подошел Ауи, помог Сумаилу. Ребята из СДЕК пока не совсем понимают, куда им вообще на карте деваться. И вынужден приходить на линию Q и воровать XPU агрессиво. Которая ему нужна. И деньги ему тоже нужны. И Верна находит единственное полезное решение, чем она может помочь лансеру на линии. Подходит наверх, постоянно хоросят шейкеры за счет Arctic Burn'а. И Юниверс немножко проседает. Но да, агрессив нормально выфармливает. А Лина в это время уходит в свой лес. Стакает один кэм и при этом спокойно фармит второй. Учитывая, что она такой интеллиг, у которого очень сильно исклюет, у нее это получится хорошо. Да, Лина там, конечно, зафармит. Но с левелом будет все равно тяжеловато. Шики продолжает обузить Ботлкроу. У Шики четвертый левел. 12 на 0 крипстат. Ну и вы посмотрите на крипстат Сумаила. 24 на 10. В два раза больше добито. И 10 заденайных. Ни одного крипа не смог заденайить Шики. Четвертый левел у него. И уже почти шестой имеется у Сумаила на Штормспирите. Как вот писал X-Mike у себя в Твиттере. Я не понимаю, как в финале Интернешнала Сумаилу дают играть на Шторме. Как это происходит? Почему это происходит? У него на этом Шторме просто какой-то баснословный винрейт. И выигрывал он GAC. Выигрывал он кучу турниров на этом герое. Но все равно ему его отдают. И все равно очень хорошо он продолжает на нем отыгрывать и выигрывать. И частенько ему отдают позицию, что Сумаил может делать все, что угодно. Если вспоминать какая-нибудь Queen of Pain, может быть Viper, могут его напрячь, закидывать ядом. Но Dragonite это такой товарищ, который развязывает руки любому мидиру. И ты можешь спокойно стоять. В случае с Сумаилом он имеет больше, чем Phantom Lacer. Да, да, да. Пожалуйста. И продолжает фармить, и продолжает уводить Крипов. Он четко знает, так, чтобы линия не пушилась, так, чтобы Тауэр не бил Крипов. Все шикарно делает в миде Сумаил пока. Dragonite отправляется немножечко пофармить Лиса. Вот здесь он будет дождаться 4.55, чтобы сделать стак. И потом будет стараться фармить. Пятый левел у него по-прежнему. Шестой скоро получится. Сумаил уже шестой получил и седьмой на подходе. Шейкер на топе продолжает получать экспут для ЕГЭ. Начало просто шикарное. И у Шейкера появляется соло ринг. Казалось бы, стоишь ты вот на такой линии, и вроде бы все хорошо. Но вот эти вот фиссуры, издалека которыми ты закидываешь, постоянно сбиваешь противнику ХП параллельно. Ты еще и мешаешь добивать Крипов. И в итоге мы видим, что мид лейнер у нас чувствует себя получше. Как-то хочет быть полезным и уверенным на линии, но вот такого Шейкера уже не прогнать, и он будет получать экспиренс и голду. Как ни крути. Подходит на мид у нас Ауи. Продолжает он стакать, намекает, что ППД один прекрасно справляется. Не, ну это нормально. Смотри на эти леса. Все сколько тут в лесах. Вот тут три полстак. Деньги, тут просто деньги. И это все для Шторма. Это все для Шейкера. Это все для вас, ребята. Это все для Гирокоптера. Приходи, фарми, забирай. И одновременно иллюзиями еще и пытается стакнуть Эншитова. Эншиты тоже на стаканы. Боже. Ауи, конечно, божит на Наге на данный момент. Он реально делает одновременно просто невероятное количество даблспаунов, триплспаунов, и у него это получается. Так, снизу Плакверк, он стоит на линии, вообще никого не видит. Вот так вот он сильно боится. Идет к нему линии и спокойно ее забирает. А Фир, он чувствует, что это Интернешнл. Все прекрасно знают о том, что свои леса ребята любят постакать и также, естественно, их забирать. Поэтому против Плакверка, который может зачекать ракетой твой лес, лучше не рисковать и забирать своевременно. С Лифира опять приобретает нас Манго на старте игры на Гирокоптере. Вот интересный такой билд. Немного ребят, которые играют на роли Кэри, покупают Манго. Я даже не могу вспомнить ни одного, кто бы покупал Манго на Гирокоптере. Фир вторую игру подряд в Гранд Финале Интернешнл. Так что уже через несколько часов во всех пабах Манго на Гирокоптере. 0-0 счет по-прежнему. 7 минут, да, прошло. И когда же будет ФБ, где же будет ФБ? Я думаю, что где бы оно ни было, оно будет при участии Сумаила. Почему-то мне так кажется. Который, кстати, уже седьмого левела начинает уходить, скрываться в лесах и линию в центре забирает Ауи. Ауи встречает у себя конкурента в виде Виверны и спокойно стоим, выфармливаем. Стоят два пацанатки в миге. Да. Виверна против Нагена, Л4 и то, и то. Вот у нас команда пока играет ровно. Ни один, ни второй не допускает никаких ошибок. Все ребята забирают шесты ловила для того, чтобы можно было потом идти и куда-то врываться. И нужно, ну, нужно стакать. Вот в таких играх нужно стакать и посмотреть, что Ауи. Он бегал, разведывал стаки, нашел ДК, нашел Лину. И можно попробовать ворваться на Виверну в центре, понимая, что она одна. Да, да, да. И действительно, если бы Шторм был поближе, скорее всего, влетали бы на Кью. Пятый левел он. Нету пока проклятия. Без Витерскурса вообще никак он не может остановить врывающийся на него Шторма. Так что, если бы был Сумаил поближе, я думаю, был бы влет. Но Сумаил продолжает фармить стаки и так далее. Еще забирает реген. Ну, боже, он опять с регена на Шторме. И с Кастой. И с Кастой начинает идти, видит на центре свой килл, но уходит под тавер. Как же они спокойно играют? Да. Да, ЕГЭ, ну, с ЕГЭ, ну, хотя у ЕГЭ не так-то все и суперкруто, как кажется. То есть, как бы, да, у них проседает Шейкер по сравнению, например, с тем же Клакверком. Но очень хороши Шторм и Гирокоптер. Хотя там тоже Драгонайт довольно неплох. Но у него там лесной фарм преимущественно полностью. Это лесной Драгонайт у нас вышел. 46 криповый, из которых, наверное, 25 были убиты в лесу. Ну, а теперь есть шестой ловел на Клакверке. Ребята могут спокойно заходить в лес ЕГЭ и убивать там всех. Нага без шестого левела. Она не так хороша. То же самое касается и Шейкера, которому нужен Блинкдайгер. Ну и аппарат. Смог на смог. Опа, опа, опа. И палят ЕГЭ. ЕГЭ на хайграунде. Колдаун. Проблема у Драгонайта пытается уйти. И сбривает Драгонайта. И первый фраг делает Сумейл. Сумейл летит дальше. Дамажит Сумейл всех троих. Живый ЕГЭ. Сумейл цепляет нас. Клокверк. А Клокверк проблема у него. Клокверк погибает. Клокверк. Шейкер ультует и добивает его. Но ТП не сбил он линия. Минус 2 делает Evil Geniuses. Очень-очень повезло им, что они были на хайграунде в момент спуска на речь. Но ты был прав. Первый фраг сделал Сумейл. ЦДК не до конца знали, сколько здесь находится членов команды ЕГЭ. Они не до конца понимали вообще, кто там на ХГЭ, кого видно. В итоге разбежались разные стороны. И ДК пришлось отдать. Но было нечего делать. Парень умер и ничего не успел за месяц сделать. Да, в итоге минус Шейки произошел у нас. И минус ХЗ. Два все-таки кор-героя умерли. Да, агрессива в драке не было. Агрессива не могли спануть ЕГЭ никак. Но все же. Первые два фрага за ними. И по фарму графики показывать нет смысла. Вы понимаете, что тут все абсолютно ровненько. И эти фраги пока ничего не значат. Только разве что то. Ты решаешь. Драгонет и немножко времени фармить решаешь. Да, до 6 уровня они действительно ничего не значат. Очень мало получили в итоге ЕГЭ за свою вылазку. Хотя сделать даблкил это приятно. И теперь форма ДК. Ждем, когда у ДК откатится форма. У Клакверка есть хукшот. И можно идти дальше убивать кого-то. Лина у нас, по-моему, немножко рано пошла в лесные атаки. Поскольку она все еще четвертого левела. Все-таки нужна какая-то лагуна, чтобы можно было хорошенько заряжать. Да, но Ауи могут убить и без лагуны. Клакверк хукшот мимо. Пытается догнать Ауи. Не догоняет и уходит. Понимает, что будет ТП. Ошибка ХЗ. Но Тавр забрали. Ауи уворачивается и уходит. Тревела на 10-й минуте и 9-й секунде появились у Фантом Лайнсера. Очень любит агрессивный этот билд. Ну и 10-я минута Тревела. И в такой ситуации он молодец, что наконец-то понял. Когда ты лайнсер, тебе лучше всего не встречать гирокоптера. Не бежать за ним под Тавр, не пытаться его убить. А самое приятное, это поспитпушить. И вот этот айтем очень сильно ускоряет его фарм. Но с другой стороны, Дима, они же играли весь групповой этап и весь плей-офф. Так что они просто и шли и Фантом Лайнсером дрались. С гирокоптерами, с шейкерами, по-фиг с кем. Они шли и дрались. И работало. Было, было. Но вот ЕГЭ, как мы можем наблюдать, эти ребятки все-таки умеют давать сдачи. Атакующим лайнсерам вначале. Да, причем неплохо. Агрессив. Увидел гирокоптера, сразу же уходит. Он понимает, что тусить на линии против Фира ему очень даже не хочется. Фир отсюда отбегает. Фир выходит опять-таки первым артефактом в Хейлм, в Доминатор. Будет у него Доминатор. Сразу Аквила уже есть. Потом, может, будет выходить барабаны. С деки забирает Т1 Тавр снизу. А ЕГЭ не хотят драться. Все еще продолжают набирать свою силу. Понимают, что все-таки такой герой, как Лакверк, он носит намного больше импакта против ЕГЭ. И самое интересное, что сейвить особо некому, так как нету какого-то Форстафа, и нужно будет его впоследствии сделать. В итоге убегают наверх. Нага у нас вот уже почти шестой левел. Сумаил прессует центром. Забирает руну сверху. Богатство. Да, да, да. И денежка еще слепится. А не Бладстоун ли это? Это уже Бладстоун почти. Уже почти Бладстоун. Хорошо у него. Хорошо ему. Да, Сумаилов все действительно хорошо. Остается дальше только заряжать. А из нужных еще артефактов, конечно же, даггер на шейкере. Боже, когда стреляет гирокоптер, мне кажется, что в варенье что-то лютое происходит вообще. Ну, посмотрим на варды. Снизу у нас стоят варды так у цедеков, что их очень тяжело найти. ЕГЭ знали о том, что ребята были, поэтому сейчас уже кликает шейкер на то место, где Виверна могла его поставить. Посмотри, посмотри. Оп, да, нашли. И цедеки уходят к себе. Тулдаун на форму Драгонайт. А теперь осталось еще немножко потерпеть для того, чтобы сделать очередной врыв. И еще 2-0, 12-ая минута. Ну да, очень, очень. Мы предполагали это на прошлой карте, что не будет никаких врывов. У нас на прошлой карте на 40-ой минуте счет был 9-11, но в итоге карта оказалась супер увлекательной. И, скорее всего, здесь будет точно так же. Вар тыкнули на ХГ, видят, что там происходит. Ребята из дек. Понимают, что там есть несколько крипов, которых скоро придет гирокоптер добивать, но понимают, что это опасно туда лезть. Что можно подставиться под слип, можно подставиться под айсбласт, и можно просто поумирать всем на узком-узком проходе. Вот по поводу Cool Story, что я хотел рассказать, когда цедеки... Да-да-да. Многие говорят, что цедеки – это команда, которая вышла не из ниоткуда, а на самом деле они все время играли на многих турнирах. Единственная причина, почему их не сильно замечали, потому что был патч, где агрессия и активность, она наказывалась, и люди очень часто сидели на хэкграунде. Но как только его изменили, эти ребятки начали давать, причем прикурить почти любой топовой восточной команде. Но мы наблюдаем здесь, что творят в этом патче в 6.84 ребятки из The Game. Тем временем Phantom Lancer level 10 наформил себе уже Drum of Endurance, продолжает здесь стоять на нижней линии. В миде Сумейл есть Bloodstone. Есть Bloodstone, 14-ая минута, очень хороший Bloodstone. Он прекрасно понимал, что здесь ему, наверное, Silence не особо-то нужен. Поэтому Орхид мы вряд ли увидим. Ну, хотя затыкать Виверну всегда хорошо, да и не только Виверну, Лину тоже надо. Ну, а тут Блинк. Тут Блинк на Драгонайте первым артефактом. Опять-таки абсолютно верное решение. Теперь есть чем врываться, помогать Клакверку, который вошел в драку. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Проблема у Кьюб. Боже, как его разорвало. Но он не выдержал. Тут надо выдерживать. Тут надо держаться с командой. Тут каждая ошибка может закончить игру. Напомню, что проигравший в этом матче уезжает домой со вторым местом и зарабатывает 2 миллиона 800 тысяч долларов. Победитель зарабатывает 6 миллионов 616 тысяч долларов. Это по миллиону и 100 тысяч. Нет, это больше, чем по миллиону. Я не хочу считать, короче. Много. Это много, ребята. По миллиону и 160. Это миллион и 200 тысяч на рыбу. Где-то так. Давай, давай, посчитай. Просто мне не надо вот это, потому что там много. Неправильно считать эти выигрыши. Верно? Много денег, много денег. Сиди и Си. Поставили сентрю. Убедились, что нету апса. И вы только смело идут с маке. Есть блиндагер у ДК, у того же шторма Блустон. Поэтому нужно идти и наказывать. Линии. Вот линия пушится на миде. Агрессив. Это вот такая дыхотная фишечка от Сиди и Си. Когда вы хотите запушить центр. И планируете выйти вот так вот в спину. И ЕГЭ должны знать. ЕГЭ должны знать, потому что ребята играли так все игры. Они очень хорошо в спину забегали. Но ты посмотри, они вместо этого, они в смаке пошли фармить мисс. Да, они заходят на низы, никого там не видят. Там по-прежнему свободные линии. ЕГЭ там не было уже очень давно. Ауи на топе в лесах. Увидел агрессива. Но опять-таки, понятное дело, даже если он даст слип и поймает людей, ничего не произойдет. Но позиция у Наги интересная довольно. Да, а ЕГЭ в это время ждут в центре атаки. Нага, естественно, у нас имеет ТП и готова в любой момент перетянуться на мид. И вот посмотрите, если на ворды. ЕГЭ, вот смотри, как в игру. ЕГЭ ворды стоят вот так вот. Вот их линия обороны. Они вообще не собираются даже в смоле. Конечно, снизу Сумаил на ХЗ. Есть витерскер с проблемой у Сумаила. И это минус Сумаил. Вот так вот. Наказан за наглость. Врывается он. И тут же 4 человека моментально избивает Сумаила. Первый фраг для CDC. Хороший килл. Да, хороший, действительно хороший заработный фраг Сумаил теряет 2 заряда. И получает такой щелчок по носу. Типа теперь будет думать при этом так рваться. Теперь он видит блингдагер у ДК и понимает, что его очень быстро накажут, если этот парень его достанет. Если до этого какой-то клокверк, он должен в него попасть. Лина попасть с таном. Это вообще что-то из раздела фантастики. Виверна со своей ультой. Ну, ей нужно быть в позиции. Она обычно стоит сзади. Так вот, с ДК такие шуточки не прокатит. И теперь Шторму нужно срочно делать выбор, будет ли он делать Black King Bar, чтобы хоть как-то маневрировать. Скорее всего, да. То есть тут как бы его будут ловить. Действительно хватает контроля. И понимать должен этот Сумаил, что не сможет он всех закликать до смерти. Люди как бы там тоже неплохие. Мы уже увидели. И надо, наверное, придумать действительно БКБ. На втором ли артефакте? Да, надо придумать для ЕГЭ, хотят ли они вообще куда-то идти, пока ребята стабильно защищаются и ждут, когда CDC придут. Но мы видим, как эти ребята эволюционировали. И теперь они просто так под товарами бегают. Хватило им трех игр, когда они врывались там тем же Фантом Лансером под Гирокоптера. И вот, кстати, я в Фантом Лансере купил себе трвала, купил барабаны, чтобы быстрее фармить. И он по Нетворцу уже отрывается. Кстати, Сумаил врывается на Кью. Подходит Лина. Не успел у нас прийти ДК, но был почти с позиции. Да, если был бы Драгонайт рядом, если бы он блинканулся со Станин, скорее всего, тоже были бы проблемы огромные у Сумаила. Потому что Винтерскерс, а нет, на кулдауне Винтерскерске не было бы ульта Виверны. Поэтому тяжело бы его, конечно, поймать. Но нет ничего невозможного. Пока экшен на карте делает только Сумаил. 200 денег, 200 голды осталось в Юниверсу до появления блинка. И вот потом можно будет идти и врываться. Очень четко использует время, которое... Ну и Гирокоптер у нас, как мы видим, очень много на Эндж тогда работал, но покупает Сэнджин Яшу в этой игре. Хочет быть толще. Хочет быть толще, побыстрее. Ну, не самый лучший айтем именно против Лансера. Потому что тот парень прыгает, бегает на чаржи на 522 МС. Но кто его знает, может быть, и зайдет. Сумаил врывается на Агрессив, и Агрессив остался один. Мало маны у Сумаила, постройка ДК. Но тут команда ДК рядом. Вот он Шейкер, дает стан, маны нету, Сумаил маны нету. Шейкер Агрессив. И на развороте пошел на 300 ХП. Ты что творишь? Агрессив. Агрессив. Не обращая внимания на происходящее, на топе ППД остается фармить. Вот Шейкер получил блин, миди фармит Фир. На данный момент две линии фармят ребята из ЕГЭ. Собрались снизу, с деки будут пытаться что-то придумать. Но тут иллюзии Наги напрягают, мешают жить. Пойдут ли с деки Пушитава? Потому что если не пойдут, то то, что они сюда стянулись, получается не особо результативный. Потеря времени. Есть такой маленький мини-плюс за то, что они фармят свой лес, периодически выфармливают стаки. Поэтому, если посмотреть по графикам, в принципе, все ровно. Ни одна, ни вторая команда особо не врывается вперед. Тут продолжение. Я такое-то время чувствую, блин, если вы хотите играть так, купите все медасы просто. И фармите. Но Сумаил с огромного рейнджа врывается лиду. Обалдеть, как он дотянулся и он его забрал. Невероятно. Это фантастика. Он летел просто через всю карту и понял, что попал 5-5 ультом по линии, надо лететь. Он почти вслепую летел. Там было буквально 2-3 секунды. И прикольная связочка. Нифига себе. Ну, вообще, да. Больше монопулы он будет летать просто по всей карте. С базы просто. И полетел убивать. Тем временем Виверна погибает. Тем временем в миде Фир ловит Виверну на коллдаун и расстреливает ее. В соло. 5-1. 20 минут игры прошло. Один фраг сделали с деки. По деньгам чуть-чуть впереди ЕГЭ. Но 4000 экспей не ведут. И сейчас, кстати, денег заработает еще Фир за убитый Т1 Тавр в миде. Ну, у ЕГЭ получается все. С точки зрения стратегии у них чуть ли не идеальный пик и не идеальное исполнение. Аппарат, который забегает в вражеский лес. Вот мы видим то, что он специально поставил Сентрю и все это время спокойно фармил. За это время у него Транквилл Тапки параллельно еще 1300. Возможно, будет фармить какой-то фаст минус и 8 уровень. Очень уверенно. Спидпушит PPD. И при этом ультой... Спидпушит Апариш. Правильно это и нет. Ну, конечно, правильно. Против Виверны, да, лишним никогда не бывает, чтобы заткнуть ее и стереть порошок. И его видит на варде. Сумаил об этом варде абсолютно ничего не знает. У Лины есть прокаст, у Верны есть ульта. Подходит сюда Драгонайт и он чувствует... Сумаил чувствует, Драгонайт достает Лина, стан и ульт. Лина, стан, Виверна и ульт. Сумаил, ай, мог улететь. Шейкер в Гардера. Гардера нет, пустят, колдаун, добивает Гардера здесь. Тут же Агрессив рядом в драке и, наверное, надо отходить ЕГЭ. То, что поймали Юниверса. Клокер промахивается ультимейтом. Юниверс пытается убежать, Агрессив за ним до конца. Это минус Юниверс. Два фрага уже важных сделали с деки и можно постараться побить также вышку. Но вот Вард сработал. Лейн Вард сработал, поймали Сумаила. Дальше драться, конечно, не было смысла, но в любом случае, размен на Лину Юниверс сделал хорош. То, что его потом поймали, ну да, бывает и такое. Эти варды вообще невероятно работают. У меня есть ощущение, что этих ребят, там по плану еще есть 5-6 запасных точек, куда ставить варды. Потому что такой вард мы тоже видим впервые для того, чтобы врага ловить. Но это грамотно, когда ты прекрасно понимаешь, где враг может тебя видеть. Штарм видит Кью через полкарты. Сумаил, надо обратно вернуть свои заряды, говорит Сумаил. Было у него 4, становится 5. Вот так вот. Увидел, улетел, убил. И он должен сказать своим тиммейтам, что, ребят, там стоит Вард. Не просто же так Виверна гуляла здесь. Но он не знает где, тут очень тяжело. Да, вот этот Вард, это, конечно, попробуй найди его. Так, ну что, Сумаил имеет хосту в банке и начинает собирать второй обребион став для того, чтобы докупить Орхит. И где-то, я думаю, минут через 5 у него будет этот Орхит. И будет намного более опасна жизнь и работа Винтера Виверна и Лины. Аппарат у нас приготовился к Рошану и решил сделать верну. Все-таки не будет никаких фасмидусов, поскольку в любой момент может начаться месиво, которое было на прошлой карте, и лучше всего уплотняться. Ауй у нас уже имеет Мекку и Аркан Буце. В итоге может почти вечно спидпушить своими иллюзиями и очень уверенно толкать свои линии. Вот казалось бы, Мека не так хорошо смотрится на ноги, да? Все-таки она чаще стоит сзади, взяет свой сон. Но когда она идет спидпуш, она еще и регенит твоих крипов. Это во-первых. Во-вторых, это же Гардиан Гривз будущий. Опять-таки с хорошим бафом, с 45-секундным кулдауном. И стоишь, толкаешься, все отлично. Смог от ЕГЭ. Идут ребята в опасную атаку в чужой лес. Вижена у них там нет. Уже поняли, уже поняли то, что к ним подходит. Но нет, идут дальше. Сумайл прыгает на Лину, думал, что она отходит. В итоге врывается один, подходит к Юниверс. И ДК, Молниеносно успевает спастись. Или нападение. Блину нужно добить. В итоге успевает. Сумаила ультанули. Сейчас, слушаю, у Сумаила нет маны. Это могут быть проблемы. Ульт-аппарата залетает. Сумаил очень битый. Сумаил до конца дерется. Шейгер ультанул. Сумаил получает курсу. Погибает Сумаил. Шики тоже погибает. Фир прилетел только сейчас. Два в один. Юниверс! Красава! Но пытается Колдебрейсом спасти. Но трипл килл. Дальше, дальше пошел Фир. Тут же агрессив дерется с ППД. И с Юниверсом. Юниверс без маны. Блинк надо сделать. Блинк Юниверс делает. Уходит. ППД погибает. Фир сделал трипл килл. Ушел. Почти БКБ. Почти БКБ. Три в два. Да, размен более-менее ровный. Учитывая, как все началось. ЦД кинь невероятным образом. Отбились. Отковырялись. Так, поэтому, кстати, по поводу агрессива. Он смог взять себя в руки. Никуда не бегать. Продолжает он фармить. Уже первый по Нетворсу среди всех оппонентов. А это не очень хорошо. Не смотря на трипл килл. Да, а это не очень хорошо. Учитывая то, что он такой один из сильнейших лейт-героев. И у него уже Яша. Делает такой немножко жадный билл. Потому что сейчас ему придется выбирать. Либо из этой Яши делать то ли Монту, то ли Санджи Яшу. Ну и время что-то серьезное для себя набирать. Ну, Монта-Монта. Это должно быть для агрессива. Опять-таки, выйдить. Больше иллюзий. Больше маны выжигательных. Юниверс. Ой, хорош. Задрот. Он задрот? Да, агрессив хорош. Варды ЕГЭ. Как только словили Сумаила снизу. И СиДиСи наизайн для себя хороший. Размен моментально поставили вард. В итоге раздевардели. И сверху еще добавили Апсевич. Вижен по-прежнему у ЕГЭ стоит такой, что они уже тыкают варды Абу, куда лишь бы что-то видеть. И пока мы видим, что у них это получается. В свою очередь, все-таки как-то вообще забили на варды. Они начинают спокойно передвигаться в пятером следуя за ракетой Клокверка. И врываемся под хукшот. Пока работает. Пока, кстати, Клокверк очень плохо отыгрывает. 2 и 3 уже было моменты, когда он промахивался в важные моменты драки хукшотами. Нельзя так, понятно, делать хз. Вот на контрасте мы видели с игрой Юниверс. Действительно, немножко хз на Клокверке проседает. И ты смотри, еще один вард и верно тыкает вот сюда возле секрет шопа. Это уже точка для слоука. И такой вард мы тоже видим, наверное. Да, да, да. Или просто я слепой вообще ничего не видел. На дота-бафе надо зайти после игры просто посмотреть на вижн с деков. Это просто гениально. Ребята тыкают такие варды. И пошел дека. Глимер кепи, врывается на ппд, подходит сюда агрессив. Кидают фиссуру. Аппарат успеет откинуться ультой, но... Ну вот она армия, вот он легион. Уже нападает. Сайлентс есть у Сумаила. Неужели будет ответка? Шейкер с блинком тоже хочет уже прыгнуть, жандарахнуть в кого-то. 11-й левел. Итак, пир, агрессив. Прыгает на пира, пир, БКБ. Тут же сайлентс на кьюб. Прячется он климер, полетел колдаун. Шейкер, 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 контроль в шейкерах, хз выталкивает его. Юниверс там по хз, шейкер так и не ультанул. Тем временем Шики убивает пир вместе с Умаилом. Агрессив в слипе, хз в слипе. Они двое остались в живых. Хз будут убивать, агрессив отпускать. Да, так и есть. Минус 4. ЕГЭ играет просто лучше. В этой игре ЕГЭ играет лучше. И ЕГЭ надо ни в коем случае не спешить. ЕГЭ ведут серии 2-1. И если они дальше будут продолжать вот так драться, по чуть-чуть зарабатывать себе заряды. То есть, да, 4 заряды зарабатывает у нас Сумаил. Сумаил, у него появился Сайленс, пир. С БКБ все отлично сделал. Скоро он вынесет еще один хороший артефакт. И они могут закончить серию. И этот турнир сейчас на этой карте. Могут стать чемпионами мира. Впервые американская команда может стать чемпионом мира и заработать 6 миллионов долларов. Но пир сейчас зацарел. Он успел прожать БКБ. Поймал из себя все кулдауны. Лина, Винтерверна, которые показали свои позиции, были наказаны штормом. Ну и тем же гирокоптером, который дал по всем обстрел. И два героя вообще ничего не успели сделать. Там было просто ноль дэмэджа. Ну и вообще, вот идти в такие лобовые атаки против гирокоптера, который кулдауном, флэгкэнном убивает чуть ли не пол твоей команды, это неслыханная наглость. И CDC стоит еще немножко подфармить. Лансер, несмотря даже на свой нетворс, у него нереально мало хп. У него всего 1700. И вот эти иллюзии, они умирают там буквально за один удар. И это еще Шекер не ультовал. Да, поэтому ему нужно фармить как никогда и держать в узде свою команду. Хочется ДК делать свое время. У него есть Блинк Даггер и БКБ. Но, как мы видим, все игры, они не могут нападать у Сумаила. Поймали его, врывается Линок, колок вверх. Сумаил погибает. Наглеет Сумаил, далеко ходит и его наказывает. Уже такая начинается аркада, где он чувствует себя богом. Однако, рано, рано, всего 4000 ведут ЕГЭ. По экспе продоведут около 7 минут. Сейчас смерть Сумаила немножечко экспириенс подарит команде CDAC. И Рошан, и Рошан под медальоном. И не может байбэкнуться. 20 секунд. Ring of Hell стэши, похоже, хочет сделать для себя Линку. Собирается команда ЕГЭ здесь. Ну, не надо. Сумаил сюда с Т2 Тавара будет лететь, что ли? Надо время выигрывать. Сумаил успеет. Да, он-то успеет, но надо выигрывать время. Ульт-аппарат залетает. Очень хорошо. Шекер! О, мой боже! Ай-яй-яй-яй-яй! Что сейчас произошло? Юниверс! Ну, вы сами все видели. Два героя, Хардлейнер и Апарат, вдвоем похоронили всю команду на CDAC. Ребята такого явного не ожидали. Думали, что у Шекера нет прокаста, но вы посмотрите на этот урон. 3600! 3600 урон с одним блинком. Обалдеть! О, мой бог! Я не верил, что такое бывает в матчах на Интернешнале, в гранд-феналах Интернешнала. Какой ультимейт, какой врыв от Юниверса! Юниверс, возможно, вот этим врывом выигрывает эту игру для своей команды и выигрывает этот турнир для своей команды. Фантастика, Феерия, это хайлайт года. Учитывая важность этого матча, это долбанный хайлайт года. Браво Юниверс! Он причем еще шел на мужика, ну, могли попробовать CDAC как-то подбаттере что-то сделать, но, да, вот графики показывают. Ворон график, он улетел. И вверх он улетел, и по XP. А CDAC, они сейчас что-то поняли? Вот после этого завязанного там. Да, они поняли, что надо в жизни что-то менять, по-моему, да, потому что, по-моему, у них проблемы. По-моему, у них очень серьезные проблемы. И чем больше Phantom Lines'еров, тем меньше Phantom Lines'еров, учитывая наличие шейкера. Так что надо быть осторожными. Шансы все еще есть. Ничего еще не потеряно даже близко. Но CDAC после этого нужно спокойно пофармить, вообще никуда не двигаться, поставить все ворды, которые только есть на защиту. И выигрывать время. И просто терпеть, пока у лансера не появятся серьезные айтемы. То есть, да, диффуза, барабаны, иман доставил, это хорошо, но это все на атаку. А атака бесполезна, если у тебя там нету хотя бы 2500 хп. Нужна Тарасочка, возможно, даже какой-то Скади, и после этого можно будет хоть что-то ловить. Иначе вы можете вот так вот пойти и еще раз погибнуть. Да, 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 согласен с тобой. Шторм уже собрался в Персеверант. С тем временем гирокоптер покупает Баттерфляй. Вот-вот уже на квадреставке чуть ему не хватает. И с Баттерфляем этот товарищ будет убивать в соло всех. Ну, по крайней мере, Phantom Lines'ера. То есть четверых он будет убивать, его будет убить. Очень-очень-очень тяжело. И самое жесткое, то, что из-за того, что у него Black King Bar 9 секунд, он ДК, ДПС ему не носит вообще. У него один Блинк Даггер и БКБ. Тут невероятно мало дэмэджа. Но он не шейкер, чтобы с Даггером наносить. Да, Лансер его в Black King Bar также не пробивает. И Фиро, он с этого момента почти не уязвим, учитывая, что его еще и засейвит Нага. Боже мой, надо терпеть. И вообще надо как-то развести на БКБшке. Я вот не знаю, как они это. Чтобы они были пятисекундными. Мне кажется, что просто ЕГЭ сейчас позабирает товара. У них по-прежнему есть аэгис, не забываем. Да, и можно спокойно этот аэгис реализовать на Сумаиле. Забрать Т1, забрать Т2 вот здесь. Потом перетянуться наверх, забрать Т2. Зажать на базе с деков. И как тут играть? Как играть в CDC, я не знаю. Это очень сложно. Но ничего невозможного нет. Каких мы камбэков только не видели даже на этом турнире. Он так что был? Это Рошан и... Рошан, да. Но да, нету супер-масс-вультов у команды CDC. Нету инигм, нету байдов, нету шейкеров. Нету чего-то такого, что садонет и все умрет. Нету даже антимага. Нет Тайдхантера. Нет Тайдхантера вообще на этом турнире в плей-оффе мы не видели Тайда, к сожалению. Очень хотелось бы видеть, но не было его. Теперь отдавать все ТВРа, терпеть как никогда. Лансер продолжает нас тут кушать вверх. У него уже 3100, и мы уверены, что скоро будет что-то серьезное. Ну это в Батерфляй надо выходить, или в Тараску. Ну бабочка, все, да, и Батерфляй, и Тарасочка, и Скади, вообще все, что есть на жир. А ЕГЭ могут спокойно идти дальше. Два тавра забрали, как я и предполагал, и на топ. Чувствуют они в себе силу, и по-моему, Сумаила летит линка, если я не ошибаюсь. Как только она ему долетит, можно идти врываться. Бешеная. Да, летит линка. Мама дорогая, как сейчас сложно будет ребятам из CDC в следующей драке. Как сейчас сложно будет как-то реагировать на шторма. Уйдучий Солар Крест. Потому что если ты врываешься на шторме, моментально в фокусе Виверну, то даже вот такие ульты, даже такие ульты, как Винтер Курс, даже Драгон Тейл, они не остановят шторма, и он просто будет бегать и нарезать их, как булочки, шинковать. Пес БКБ. Линки ему полностью хватает. Линка ему дает, кроме этого, еще огромный монопол. БКБ ему не дает практически ничего. Вот он смоук от команды Evil Geniuses. Но стоял Вард. Вот здесь стоял Вард. Видели этот смоук. Парни из CDC, они должны попрятаться по норам, и не вылезать, ребятки. Не вылезать. И надеяться до последнего на то, что EG сделают ошибку. Плюс копить байбеки. Если мы видим то, что так, у нас с кого есть байбек у ДК есть, у лансера байбек тоже есть, у клокверка байбек также есть, то вот с байбеками CDC они могут спокойно развалить. Если гирокоптер жмет свое БКБ, флэккэнон, он кого-то убивает, пусть даже того же лансера, он хорош. Но если лансер выкупается и нападает на него без БКБ, то тогда уже начинается совсем другая игра. Флэккэнон в кулдауне, который 30 секунд, то же самое касается и ульта, и Блэкинг Бара. И он может нарезать, поэтому теперь нужно играть очень осторожно. Итак, возможно, последний пуш этого турнира, этого сезона. EG будут заходить на хайграунд. Потеряли Аэгис. Будут ли? Нет, без Аэгиса вряд ли я бы не советовал. Они сейчас намного сильнее. Они это знают. 12 тысяч голды, 15 тысяч экспы. Я вижу, очень много людей. Дима, очень много людей из стаб Валва вышли на сцену и сейчас стоят, ждут. Они думают, наверное, то же, о чем многие фанаты команды Евлджиниса сейчас во всем мире. Но EG отходят. EG отходят. 12 тысяч – это очень мало, но на 35-й минуте. Учитывая, что тут уже лансер почти в 6 лотов. Ну, у меня хотя бы пока в 5, но скоро будет. Поэтому нужно немножечко потерпеть. Вот хороший выбор демонстрирует у нас в целом суппорты. То есть PPD покупает себе Glimmer Cape. Шейкер делает так же, ну, также то же самое. Два глинира есть, да. Да, и… Ауи и Солар Крест блестящие. И любая инициация Клакверка или того же Драгон Найта, она нивелируется тем, что ты моментально исцеливишься противников от Magic ProCast. Все, Клакверк, вот как бы мы ни хотели, но в этой игре он не нашел свое место. Единственное, вот единственное, что он может сделать, это давать разведку и время паковать полезные артефакты. Все, вот нужно найти барабанщики, Мекки, Владимира, Кираса и Тарасочка. Ну, теперь жирнее. 3000 хп почти у него имеется. Вот теперь он серьезный барин. Он хранул все остальные слишком слабые. Смоук ганг. Важно, важно. Если цепанут, то одного-двух убьют, все будет хорошо. Регену Шторма. Вечный Регену Шторма. Там валяется Руна Инвиза. Необходимо каким-то образом найти Нагу. Ой-ой, палец умоил, палец умоил. Линка! Опять Линка, опять Линка. Как и на прошлой карте, опять Линка. И надо уходить отсюда ребятам из команды Сиди и Сип, потому что их просто поубивает. Фира. Ману выжигает. Фир включает БКБ. Обрывается Сумаил. Шейкер! Юниверс, боже, он нереальный. Ультимейт. ППД залетает так вверх. Останавливает двух суппортов. Отрезает только одного ППД. Агрессива пытается заселить у нас Кью. Шики. Драка до конца с Шики идет. Шики не убили Агрессив. С Сумаилом БВП. И вот он Слип по троим. Все три человека в Слипе. Агрессива просто разорвут. Он уходит до Пельганды. Рауи за ним. За ним же Шторм. Минус Агрессив. Шики. Шики пытается убежать. Шики замерзнет на хайграунде. Здесь же ХЗ. Коги сэвид Шики. Остается 20 хп у него. Урна на Шики. И все-таки выживает. Боже, какая игра. Шторм поймал, убил. Шторм поймал ХЗ. Убил. Нету трех героев команды СДК. У Агрессива нет. Байбека идет Пушик Фир. О мой Бог. Просто Шейкер от Юниверса. Начинает первый. Хватает самого главного лайнстера, который всю драку убегал. И вообще не ненавалось никакого урона. Лину стерли в одно мгновение. И Клакверк с Драгонайтом и Виверной ничего не смогли. Падает Т3. Появился тем временем Рошан. Шторм. Ворвался на Киоу. Сайленс будет. Вот он Сайленс. Киоу выталкивает. Надо его добивать. Глимер. Неважно. Есть Вижен. Киоу. Таверну. Есть байбек у Киоу. Ой, боже, у Киоу. Просто у Киоу, конечно же. Затаник прилетает к гирокоптеру. Падают бараки. Evil Geniuses. Боже, какой крик здесь стоит в зале. Эти люди понимают, насколько близки ЕГЭ к чемпионству. И к 6 миллионам долларов США. Ждать лайнстера. Ни в коем случае не идти вперед. Последний шанс у CDC сделать в этой игре хоть что-то. Выкупается Виверна и ЕГЭ нужно отойти. Так, Фьер. Фьер. Ульт аппарата. Шейкер где? Боже, как они рассыпаются. Пи-пи-ди блестящий ульт. Фьер живет. Лины не будет. Агрессив. Агрессив. Последняя надежда Сидек. Последняя надежда Сидек. Агрессив пытается убить Фьера. И пробивает он Фьера. Есть доппельгангер. Фьер. Сейвит его. Шейкер. Минус ХЗ. Байбэк делает Шики. Его тоже убили. Три игрока от Сдек живы. ЕГЭ отойдут. ЕГЭ отойдут. Они выбили абсолютно все байбэки. Ни у кого нет байбэка. Агрессив, что ты делаешь? Ни у кого нет байбэка. Агрессив. Должен быть осторожным. Потому что если он умрет, на этом закончится игра и закончится турнир. Шейкер. И универс божило. Боже, какой же он царь. Какой же он просто нереальный. Агрессива просто кайтит Сумаил. Шики без байбэка. Агрессив остается один. Его бьют пять игроков команды Evil Geniuses. Агрессив пытается убежать. И универс за ним. Маны нету. ГГБП. Evil Geniuses чемпионы. Они это сделали. Многие считали, что на даке эта команда. Ей повезло, что они сыграли. Ну, все бывает. Но сегодня эта команда доказала, что в одной Best of 3 и в Best of 5 серии они однозначно чемпионы мира. 6 миллионов и 616 тысяч долларов выигрывают эти ребята. Пир. За ним Сумаил. Боже. Просто без эмоций литься. Вот он Сумаил. Легенда. Ауи не верит своему счастью. Вот он там сзади стоит главарь. Он должен поднять Аэгис. Он должен его поднять. Прыгает в ППД от радости. Сначала нужно пожать руки. И, конечно же, сказать спасибо CDC за игру и за их невероятные выступления на этом турнире. Невероятные. А теперь нужно хватать Аэгис, пока не поздно. А, сейчас посмотрим. Пир. Старичок. Клинтон Люмис. Человек, про которого сняли чудесный фильм под названием Free to Play, подходит к огромной статуе, на которой стоит Аэгис. И вот они спокойно, спокойно, с разных сторон, не спеша. Кто же будет снимать Аэгис? Юниверс здесь же. Кто его будет брать в руки? И будут ли они его брать в руки? А что им его брать? Он в Америке стоит, а не... Он будет вместе с ними. И Питер Даггер, капитан команды ЕГЭГ чемпионы! Боже, как красиво это выглядит. Компетит, Диман. Мы сейчас с тобой будем полностью в Компетит. Нас засыпает. Я вижу Кейси. Кейси идет к ребятам. Ботана, я не слышу, что она говорит вообще, если честно. Я думаю, ребятам уже пофиг. Они думают, что им с этими... Ты понимаешь, для человека такого, как Пир, который 10 лет играет в Доту, это невероятно. Я не слышу, что спрашивает. Для человека, для команды, которая находится на моряке, где в принципе не было оппонентов, где ребята не знали, с кем им тренироваться, и очень долго ребята потели, верили в свое дело, что они в итоге смогли, и это невероятный факт. Сейчас попробую я услышать. Тут бешеный шум от машины, которая производит конфетти. Нас с Димой просто засыпают здесь. И вот он Ауи, который перешел из команды Клауд Найн и сделал правильный выбор, которого кикнули, и он сказал спасибо. Спасибо, а теперь я чемпион Интернешнл. Так, я услышал Кейси. Ты смотри, как Юниверс обнимает этот Эггис. Ну и Сумаил, что для тебя это значит? А Эггис значит для меня все. Спасибо Америке. Ну мы знаем историю Сумаила, и мы знаем, что до сих пор он живет с 9 членами своей семьи. И аплодисменты всем 16 командам. Это был чудесный турнир, ребята. Это был феноменальный Интернешнл. Как по мне, это был лучший Интернешнл однозначно за все время. Это был шикарный финал. И неожиданные коллективы типа СДЭК, и сильные коллективы типа LGD, и чемпионы. Это был турнир, где вообще никто не мог и подумать, кто же у нас попадет в гранд-финал. Потому что фавориты сыпались на глазах. А дальше у нас будет еще что-то. Сейчас мы увидим, что будет пока ЕГЭ. И зал скандирует. Я помолчу секунду, чтобы вы услышали. Игни, 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 игни. Игни, 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 игни.